я валентин томашевский приветствую себя на канале сначала хочу говорить поговорить про не оборачивайся это юная прелестная зеленокожая арчушка арченка арчушка ну короче представитель лица женского рода орков буквально судя по картинке недавно попала в плен или все же давно почему откуда у нее на рогах паутина и слышит какой-то страх идущий шум из тоннеля однако не видит что сзади подкрывается подкрадывается мамаша паучиха и опасность будет именно от нее поэтому не оборачивайся увидишь на самом деле страх не только услышишь заинтересовался из кого из героев она сделала такой дивный шлем не нашел ни одного подобного героя однако увидел что эти рыжие волосы это не ее это какая-то конская грива или тоже чьи-то заимствованные у вражеского героя которые прикреплены к шее было такое раньше вешали на такие волосы чтобы башку сзади не отрубить ну правда так себе больше для красоты наверно все же перейдем к основной теме рыска по просторам реддита в поисках какой-нибудь интересной информации я видел такое вот сообщение что больше 500 раз точнее 504 раза человек прошел 12 3 максимальный уровень сложности и записывал все что ему выпадет соответственно когда он посчитал какое-то количество разделена на количество заходов то он увидел процент шанс дропа как говорят дроп это правда английское слово но мы его надеюсь понимаем что процент выпадения этих данных предметов но 504 захода и получилось что этих 13 19 этого вообще 246 то есть 44 то что четыре раза это это событие наступило то значит это вот цифра имеет большую погрешность очень соответственно я так прикинул что это надо 5000 раз пробежать чтобы хоть какая-то тут цифра появилась это совсем неинтересно и вряд ли что тут из этого дела выгорит но буквально уже на тысячи ранов то есть вот он сделал 1000 заходов это старые цифры для сравнения 504 захода и вот цифры уже процент выпадения вот эта третья колонка это уже новые я чуть позже покажу на русском языке что более понятно было нам и можно посмотреть то есть вот на низких процентах выпадения количествах то видно какая была погрешность что было 08 процента стал 1 и 3 то есть это порядка 50 процентов разница хотя вот здесь по собакам допустим и не особо ну и я взял данные чужие и составил свою табличку с блэк джеком и как вы понимаете со всем остальным и так что мы имеем что нас больше всего интересует это естественно вероятность выпадения загадочного осколка это одна пятая так как 211 раз наступило событие то это довольно достоверная это самое скажем шанс вот то есть очень похоже что это 21 процент либо даже 21 и 1 также довольно интересует вероятность выпадения необычного щита но тут так как только 6 раз наступило такое событие то на эту цифру рассчитывать к сожалению не стоит ну если ее очень сильно так понимать что это с большой ошибкой то видно что надо раз 200 пробежаться беда с этим в общем инкуб хоть и цифра довольно точно и нас не особо интересует нас интересует дьяволица и цербер это трехзвездочные герои соответственно либо кто-то их специально выбивает допустим дьяволицу часто там на какую-то слияние либо себе она тоже довольно начальный заливщик отличный и интересуется какой шанс то есть вот шанс в уровне 1 3 процента но так как опять же еще раз повторяюсь то это большая погрешность но опять же что значит большая погрешность погрешность берется уже от этой цифры соответственно если погрешность порядка там 40 процентов так про 40 процентов это я придумываю ребята то есть я не знаю как это посчитать я просто знаю как это эмпирически то есть методом подбора что вот 80 раз если наступило событие то эта цифра довольно точная там буквально 4 3 процента погрешность будет а если 13 11 то это цифры вообще не стоит даже ну вернее цена цифру смотреть можно а вот если уже 6 и и даже в расчет не стоит брать ну что тут порядка 50 процентов погрешность но опять же то есть если мы видим что здесь 0 6 процента то 50 процентов это ну будет сколько там от 30 до от 0 3 до 0 9 процентов то есть в принципе мы уже понимаем порядок знаем сколько раз нам надо туда сходить и стоит ли вообще заниматься тем что пытаться выбить необычный щит пятизвездочный также и дьяволица с сербером то есть если их вместе суммировать то уже будет 24 раза наступило событие и вероятность 2,4 процента что выпадет соответственно вам трехзвездочный синий герой на карте 12 3 на сложности невозможный и глядя на эту таблицу мне начинает зреть следующая идея которую я сейчас прямо и реализуем идея в чем что вот эти вот цифры 500 заходов 100 заходов можно суммировать это не обязательно чтобы пришло из одного источника естественно желательно чтобы эти источники были проверены но это интернет а вторая задача что с другой плюс интернета что мы можем сложить данные от нескольких людей то есть если допустим там я обращусь к моим подписчикам из них там человек пятьдесят десять двадцать там пять пройдет несколько раз дракона пятнадцатого уровня ну к примеру либо десятого и будут записывать что им падает тогда все вместе вот эти вот цифры сложить которые они пришлет данные можно будет получить довольно большое количество вероятности наступления этого события и как следствие довольно хороший процент погрешности чтобы понять шанс выпадения этого предмета и соответственно что нас может заинтересовать берем того же самого дракона берем 11 уровень как он зеленый и для обычных игроков самый простой для прохождения и начинаем составлять будущую таблицу нас получается вот такая таблица количество проходов загадочный осколок древний осколок пиво это отвар опыта так называем в народе 4 звездочный артефакт он же редкий он будет синенький и 5 звездочный артефакт он эпический 6 звездочных пока нету но ждем расширим 4 звездочные артефакты до необычных и эпических и удалим вообще все шести звездочные артефакты чтобы пока не усложнять форму но что будет ее сложно заполнять будут ошибаться создаем форму связываем ее с таблицей открываем приходим по ссылке эту форму и заполняем свои данные которые у меня есть в бит 9 заходов загадочные осколки выпадал один раз за это время время осколки ни разу пиво один раз форме два раза пиво написано это сейчас мы исправим косяк первый видим давайте заполним все таки до конца чтобы возможно найти что нибудь еще четыре звезды артефакт необычных не было редких было два штуки почему опять двойные а тут двойные есть откуда набралась куча двойных полей давайте выяснять скрипя зубами исправляем все ошибки создаем форму заново удаляем все ответы вводим слова свой ответ этот раз у меня уже 10 проходов загадочный осколок один был древний осколок 0 пиво 1 4 звездочный артефакт необычный это зеленый не один редких 2 эпических 5 5 я сказал эти звездочные были только редкие 1 отправить после заполнения можно будет изменить ответ либо можно будет если вы еще допустим там пробежали 10-15 тысячу раз то отправить еще раз и еще раз посмотреть однако в таблице не удалились данные не создалась заново страничка поэтому начинаем сначала третьим разом добрым часом заполняем нашу третью форму отправляем данные видим стандартный ответ такой же как и должен быть отлично данная записана спасибо за работу вы можете изменить дополнительные данные и ссылочки на одно и второе ищем ответы в таблице есть там ответы отлично то есть дальнейшее можно будет работать с этими данными также кому интересно табличка перейдена на русский язык тоже выложу ссылку кину на нее в таком виде сам проверил как она работает ну что друзья надеюсь у нас будет пару дней собрать данные хоть какие-то даже если вы пару раз пройдете не поленитесь заполнить их это будет интересно посмотрим можно ли таким образом вот если люди таким образом собирают миллионы почему мы не соберем каких-то несчастных там 100 200 заходов статистику очень надеюсь на это подписывайтесь на мой канал редактируй комментируйте что у вас там какие-то может тоже есть идеи и давайте ждать обновления все вместе всем удачи пока пока а а